МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новый проект телеканала СТО ТВ. Это новый взгляд на хоккей. Телевизионный журнал «Звезда СКА». Мы будем рассказывать и показывать вам то, что обычно остаётся за кадром. А там, поверьте, много всего интересного. Именно в нашем проекте звёзды петербургского хоккея появляются в самых неожиданных ситуациях. Вот, например, защитник Алексей Семёнов. Самый крупный защитник петербургского СКА. Раньше я смотрел классический балет. А это уже рубрика «СКА-наука». Прямо сегодня вы узнаете, чем сердце обычного человека отличается от сердца профессионального хоккеиста. Глубже, глубже. Кто круче? Канадский индейец Чичу или нападающий петербургского СКА Червенко? Об этом в нашей рубрике «Дуэль недели». Ну и сегодня же мы запускаем наш конкурс «Звезда СКА». Чтобы к концу сезона выбрать самую красивую болельщицу петербургской команды. Петербургский хоккей. В проекте «Звезда СКА». Телевизионный журнал. Мы начинаем. В этом сезоне «СКА» стартовал по-настоящему здорово. Семь побед подряд на старте регулярного чемпионата. Это новый рекорд. А чем конкретно запомнились первые матчи? Об этом в нашей рубрике «Рейтинг недели». Пятерка самых ярких событий начала регулярного чемпионата. Версия телевизионного журнала «Звезда СКА». Пятое место. Шайба, заброшенная Евгением Скачковым в ворота Минского «Динамо». Обратите внимание, от синей линии не мощный щелчок, как обычно, а кистевой бросок без замаха. Ну, главным образом, эффект неожиданности. Вратарь просто не ожидал, что с такого расстояния человек может с кистей направить шайбу в его ворота. Бывает, залетает шайба с дальнего расстояния от защитников, но там есть смягчающие обстоятельства. Рикошет, закрытый обзор и так далее. Но здесь вратарь даже не шелохнулся. Четвертое место. Финт Антона Бурдасова в матче против хорватской команды «Медвежчак». Не зря Петербург называют столицей мирового фигурного катания. Когда я увидел этот фильм в прямом эфире, я даже поперхнулся. А потом вспомнил, вот так же обыгрывали своих соперников, Мальцев, Харламов. Я думал, что эти времена давно уже ушли. Нет, оказывается, нет, можно и так обыгрывать. Просто настолько неожиданный. И он поставил защитника, не просто его обыграл, он поставил в унизительное положение. Он упал. Ой, как красиво! Ой! Третье место. Шикарная голевая передача. Пас Александра Кучерявенко в Екатеринбурге в матче против автомобилиста. На классную паузу Кучерявенко купились и защитник, и вратарь соперника. Здесь надо отдать должное актерскому мастерству Александра Кучерявенко. Настолько он показал здорово свои намерения бросить самому по воротам, что в это поверили и вратарь, и защитник. А Тихону уже осталось не промахнуться по пустым воротам. Второе место. Снова матч в Екатеринбурге. Алексей Паникоровский. Его силовой прием в жестком НХЛ-овском стиле. И, что самое главное, все в пределах правил без нарушений. Соперник с трудом покидает площадку. Судья обращал внимание на два момента. Выставленный локоть, его не было, и разгон. Больше двух шагов при применении силового приема делать нельзя. Здесь все было чисто. Ну, а то, что травму получил игрок автомобилиста, это хоккей. Ну и, наконец, первое место. Роман Червенко. В своем первом же матче заска забрасывает потрясающую шайбу в ворота омского авангарда. Вроде бы и защитники заняли правильную позицию, но настолько неожиданным было вот это решение Романа Червенки пройти за воротами, развернуться и с удобной руки направить шайбу в верхний угол, что они стояли как загипнотизированные. Вот такие шайбы забросил Иерамир Ягр. Это была пятерка лучших моментов начала сезона. Ну, а теперь события вне конкуренции. Это возвращение. Возвращение в Ледовый дворец Ильи Ковальчука. Первые два домашних матча Илья из-за недомогания пропустил. Но Ледовый дворец ждал его и дождался. В пятницу Ковальчук вышел играть против Спартака и забил две шайбы, в том числе главную решающую. Илья Ковальчук, капитан Петербургского СКА в Ледовом дворце. Две шайбы в одном матче. И продолжение следует. Регулярный чемпионат только-только начался, но уже сегодня, буквально по нескольким матчам, именно нашу команду называют главным претендентом на Кубок Гагарина. Наши действительно блестяще играют в нападении, много забивают, а пропускают, наоборот, совсем немного в обороне надежно. В том числе, конечно, и потому, что именно в составе СКА играет один из самых ярких, один из самых колоритных защитников континентальной хоккейной лиги. Рост почти 2 метра. Наш человек Алексей Семенов. Нормально, хорошо. Кученько пошло. Можем поспорить, в таком образе вы его не сразу узнали. Вот так, гораздо привычнее. Алексей Семенов, 32 года, команда СКА, номер 52-й, амплуа-защитник. 7 сезонов отыграл в НХЛ. С 2010 года игрок СКА, один из самых жестких. Габаритных защитников континентальной хоккейной лиги. Рост 198 сантиметров, вес 116 килограммов. Когда Семенов на площадке соперникам страшно, а ему, ему вообще не бывает страшно. Такая работа, никого не бояться. Питер один из самых красивейших городов, когда светит солнце. В Михайловском первый раз оказался давно. Раньше я смотрел классический балет. И после того, как мы сходили с супругой на Эйхмана, конечно, балет перевернул во мне тягу от классического к модерну. Про него все знают. Семенов – один из главных интеллектуалов в КХЛ и большой ценитель искусства. В петербургских музеях бывает дважды в месяц. Минимум. Мне нравятся итальянцы, французы. 19-е, 18-е годы. 18-й век. Алекс очень добрый человек. К тому же он отлично говорит по-английски. А для нас, иностранцев, играющих в СКА, это очень важно. Мы с ним всегда можем поговорить. Или если у тебя возникают какие-то проблемы, звонишь Алексу. Он точно поможет. Реально командный игрок. В жизни, как и многие большие, ну, во всех смыслах люди, Алексей – человек весьма доброжелательный. Но на льду все не так. На льду, конечно, у меня другая работа. И я думаю, что на льду я не такой добрый, как в жизни. Семенова, юного хоккеиста из Мурманска, НХЛовские скауты заметили очень рано. И в Канаду играть, в юниорскую лигу, он уехал фактически ребенком. В 17 лет. Только ребенком очень крупно. И совершенно отчаянно. В первые же годы там всем стало ясно – с этим русским танком лучше не связываться. Он очень большой парень. И использует свои габариты на 100%. Сопернику трудно его обойти на площадке. Семенов – типичный защитник-разрушитель. В случае чего может запросто выступить в роли Товгая, сбросить перчатки и заступиться за партнеров по команде. Бросок мощнейший. Отлично пользуется собственными габаритами и своей длинной клюшкой. Играет предельно жестко. Таких ребят лучше иметь на своей стороне. И когда он на поле, использует свои размеры, габариты, чтобы перехватывать шайбу или блокировать броски, то есть не жалея себя. Боль. Это хоккей. Вы же понимаете, это же игра силовая. Без боли не обойтись. Ну, смотря на какой машине и где гонять – это вопрос. Если ездить на спортивных треках, да, по кольцевым, то да, люблю. И на спортивной машине, а по городу – спокойно езжу. За рулем Алексей чувствует себя свободно. Хотя и пришлось заново привыкать после Америки к российским дорогам. И водителям. Скорость уважает, хотя гоняет только в специально отведенных для этого местах. В НХЛ Алексею довелось сыграть в разных клубах. И в Канаде, такой же снежный, как его родной Мурманск. И в солнечной Флориде. Тем, что теперь он играет не в НХЛ, а в КХЛ, не расстроен ничуть. Говорит, здесь точно не хуже, а играют техничнее. Какой город может считать своим спортсмен, которому приходится постоянно менять место жительства? Нам приятно думать, раз Семенов задержался в Петербурге так надолго, четвертый сезон подряд, значит, это его город. К тому же здесь когда-то Алексей встретил свою будущую жену. В 2004 году здесь у нас была свадьба. На самом верхнем этаже этой гостиницы. История была одна смешная. Когда мы сидели долго-долго, и пришла пара, ровно посередине, пришла пара, села за стол и сидела практически весь вечер. И я смотрел на них, и они уже начали со всеми дружить, выпивать. И я не могу понять, кто с кем, зачем, почему. И когда я подошел к ребятам, говорю, ребята, а кто это? Они говорят, а мы хотели у тебя спросить. Кстати, оба сына Алексея Семенова уже играют в хоккей. Папа доволен, для мальчиков то, что надо. Ведь хоккей – самая мужская игра. А как снимают стресс настоящие мужчины? А вы что подумали? Вот это марка, ну или галочка, да? Да. Вот ее нужно четко видеть на фоне середины мишени. Мишень – пятно. Мишень – это место прямо в середине. В стрелковый центр Семенов приезжает регулярно. И стреляет очень метко. Скажем так, профессионально. Но не волнуйтесь, профессию он менять не собирается. Алексей Семенов – один из самых эффективных и надежных защитников КХЛ. Он один из лучших. И он играет за СКА. Искренне желаем нашему герою Алексею Семенову играть в СКА как можно дольше. Кстати, вы обратили внимание, что на кадрах, которые мы снимали в стрелковом центре, Алексей Семенов был не один. Вместе с ним ездили стрелять еще несколько хоккеистов. И уже в ближайших выпусках нашего проекта мы расскажем вам, кто же на самом деле сегодня в петербургском СКА лучший снайпер. Петербургский СКА абсолютно по делу называют командой звезд. А что вы хотите? Ковальчук, Червенко, Тихонов, многие-многие другие. Увы, гораздо меньше известно о звездах петербургского хоккея прошлых лет. В выпусках нашего проекта «Звезда СКА» этот пробел мы постараемся восполнить. И прямо сегодня о человеке, с которого все начиналось. Легенда советского хоккея. Первый ленинградец в составе сборной СССР. Валентин Быстров. Быстров появился в сборной в 1957 году. В тот момент, когда Анатолий Тарасов строил новую команду. Молодой, амбициозный тренер сразу обратил внимание на талантливого ленинградца. 4-0, по-моему, выиграли. Я там не забил, но отдох пасы голевой. И Тарасов, для меня было приятно, что четвертое звено, а раньше же только в 3 играли, будем формировать на базе Быстрова. Он меня как-то, видно, ценил. Чемпионат мира 57 был принципиальнейший. Ведь на предыдущий турнир из-за венгерских событий ехать в Москву с подачи США отказались почти все страны Запада. Поэтому победить, наказать американцев задача была важнейшей. Американские защитники и вратарь действуют с предельным напряжением, но они не в силах сдержать штурм советских хоккеистов. Советская команда добивается победы с хорошим счетом. 4-1. 5 побед, одна ничья и одно поражение. Сборная Советского Союза с первым ленинградцем в своем составе заняла второе место на чемпионате мира и первое по итогам параллельно разыгрывающегося чемпионата Европы. Валентин Быстров вернулся домой с двумя медалями – золотой и серебряной. Но не менее дорога для уважаемого чемпиона и вот эта награда – заслуженная им медаль за оборону Ленинграда. В 42-м 12-летним пацаном Валентин пошел работать в автомастерские. Он ремонтировал грузовики, на которых в Ленинград доставляли хлеб по дороге жизни. Ко мне один водитель обратился, говорит, сынок, подчини мне добротнее, чтобы, так сказать, как-то не заглохла машина. Почему? Потому что, говорит, если у меня машина заглохнет, то вся Верениза колонна, она шла под обстрелом. Вот, машина глохнет, машину кидает с продуктами со всеми в кювет, в сторону, а водителя просто расстреливает. Его спортивная карьера началась уже после войны, когда при Институте Лесговца организовали спортивный клуб. Летом футбол, зимой хоккей, Валентин увлекся. Валентин Быстров играл за Кировец, ЛДО, СКА, всю жизнь только за ленинградские команды. Великий Чернышов звал его в московское «Динамо», обещал место в сборной, но Быстров не считал для себя возможным бросить родной город. В 2014 году Валентину Быстрову исполнится 85 лет, но он по-прежнему полон сил и внимательно следит за всеми матчами любимой команды СКА. Легенда советского хоккея. Первый ленинградец в составе сборной СССР. Валентин Александрович Быстров. Наша следующая рубрика называется очень лаконично «Дуэль недели». Все просто, на самом деле. Мы выбираем двух игроков, одного амплуа, из петербургского СКА и из команды соперников. И дальше подробнейшим образом анализируем их действия на площадке. Герои первого выпуска – нападающий петербургского СКА Роман Червенко и форвард хорватского медвещака Джонатан Чичу. Вот первый критерий, по которому мы сравниваем наших дуэлянтов – игра в пас. Я не ожидал, что Чичу, бомбардир, снайпер, так хорошо может уметь играть в пас. У него несколько передач были просто очень тонкие, не характерные для представителей североамериканской школы. По игре в пас лучше был Джонатан Чичу. Но вот второй критерий – игровое время. Чичу отыграл больше смен. Но времени на площадке однозначно больше провел Червенко – на 3,5 минуты. Потому что Роман выходил на лед в бригаде большинства. Теперь пункт третий – скорость. По скорости Чичу уже, конечно, не тот – 32 года. А по скорости принятия решения он по-прежнему на очень хорошем уровне. Я думаю, тут ничья. Пункт четвертый – удаление. Здесь тоже ничья. Ни одной штрафной минуты ни у Чичу, ни у Червенки. Играет аккуратно. Похвально. Так кто же круче – Чичу или Червенко? Пока по всем параметрам выходит ничья. Но вот главный показатель для форварда – броски поворотом и процент реализованных бросков. И тут с блеском побеждает армеец Роман Червенко. Бросал поворотом он немного, два раза, но зато забил. А что может быть важнее для нападающего? Тут один на пятаке. Бал! Дождался, Роман! Дождался последовательной передачи. Оба снайперы, если Чичу в свое время, но это было очень давно, завоевал Морис Ришард Трофи. Это приз лучшему снайперу в Национальной хоккейной лиге. И Роман Червенко, который не завоевывал призы в Национальной хоккейной лиге, но тем не менее он тоже бомбардир. Чем их отличает бомбардиров от других игроков? В том, что из двух моментов они реализуют два. Но Червенко – это человек гол. Вот это будущее, будущее хоккея. И вот итог. В дуэли двух суперфорвардов в этом матче объективно был сильнее Роман Червенко. Наша рубрика «Стань звездой». Каждый из вас может стать автором и даже героем проекта «Звезда ОСКА». Вы присылаете нам свои ролики на тему «Как я болею за СКА». Лучшие, самые неожиданные мы показываем у себя в эфире. Вниматься хочется и невеста, 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 конечно, это же самое главное. Горько! Горько! Еще! 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 Красавец! Следующая рубрика нашего проекта называется «СКА-наука». Каждую неделю мы будем проводить собственные исследования при помощи ведущих петербургских специалистов. И рассказывать вам о том, что сегодня о хоккее и о хоккеистах знает только очень узкий избранный круг экспертов. Например, прямо сейчас, сегодня, мы рассказываем о том, чем профессиональный хоккеист отличается от обычного человека. Всем, кто хоть раз в жизни видел хоккей, кажется, что хоккеисты – особенные люди. И петербургские ученые доказали, что это действительно так. Единственный в России научно-аналитический центр, созданный на базе кафедры хоккея Университета Лесговта. Здесь самые современные технологии, сложнейшее оборудование, уникальные специалисты. Здесь знают о хоккее то, чего не знает больше никто. Специально для проекта «Звезда СКА» руководитель центра профессор Левшин расскажет и покажет, в чем хоккейная суперсила. Испытуемый Дмитрий Михайлов, в недавнем прошлом игрок петербургского СКА. Во время игры организм хоккеиста работает на максимальной предельной нагрузке. Пульс – больше 200 ударов в минуту. Для обычного человека это прединфарктное состояние. А они, хоккеисты, спокойно играют по 3-4 матча в неделю. Как? Все дело в том, что сердце, сосуды и легкие хоккеиста работают иначе, не так, как у обычного человека. Мы попросим Дмитрия сесть и посидеть в течение минуты, а мы эти параметры зарегистрируем на компьютере. То есть по каналу Bluetooth информация передается в компьютер. Измеряем пульс Дмитрия в спокойном состоянии. У обычного человека пульс в среднем 60-80 ударов в минуту. У Дмитрия – 51, а его рекорд вообще 39. Системы сердечно-сосудистые и дыхательные работают в очень экономном режиме. То есть резервы больше. О чем это говорит? Чтобы хоккеист мог без вреда для здоровья играть с максимально высоким пульсом, в обычной мирной жизни его сердце качает кровь гораздо медленнее, чем сердце обычного человека. Глубже, глубже. Еще тест. Замеряем объем жизненной емкости легких. Максимальная вентиляция легких составила 226 литров. Обычный среднестатистический человек таких же габаритовой комплекции. Максимум, что может выдать, это порядка 120-150 литров. Может, в тот момент, когда у других уже не способны, так скажем, системы выдержать такой объем физической нагрузки, он способен еще работать, работать и работать. 150-200%, и может быть, даже более по сравнению с обычными людьми. Сверхспособность номер два. Суперзрение. Вот игрок отдает пас. Со стороны кажется, что вроде бы даже вслепую. На самом деле, это невероятно развитое периферическое зрение. Оно позволяет хоккеисту видеть то, что обычный человек сможет заметить только если повернет голову. Этот тест определяет границы полей зрения. И еще раз повторяю. У Дмитрия эта величина составляет порядка 85 градусов. Если взять обычного человека, то эта величина у него составляет порядка 65-70 градусов. То есть разница у нас составляет порядка 20 градусов. Фактически, он видит все то, что находится А впереди, Б слева и справа, вплоть до 180 градусов вокруг неба. Сверхспособность третья и главное. Это супермозг, скорость мышления. Хоккеист думает гораздо быстрее. И что важно, гораздо эффективнее, чем обычный человек. Ваша задача заключается в том, чтобы как можно быстрее нажать кнопочку, тем самым погасить эту лампу. Эти тесты позволяют определить скорость реакции и скорость принятия решений. Мы определили у Дмитрия величину простой синцемоторной реакции. Среднестатистическим человек это раздражение выполняет в течение 200 миллисекунд. У Дмитрия эти параметры 160 и даже 140 миллисекунд. Полтора раза меньше, чем у обычного человека. И вот невероятные выводы. Мозг хоккеиста работает на таких скоростях, что игрок способен принять решение, отдать передачу или забросить шайбу быстрее, чем осознает это. Так что со стороны даже кажется, что это случайность, повезло. Но нет, это не везение. Это невероятная работа мозга. Скорость. Если обычный человек в секунду способен принимать 3, максимум 4 возможных варианта решения, то профессионал-игрок, он способен за эту же секунду принять 8-9 решений. Вот такие они, суперлюди, эти хоккеисты. И, кстати, эти сверхспособности и в обычной жизни бывают весьма полезны. Но об этом в следующих выпусках проекта тележурнал «Звезда СКА». Ну и в завершении первого выпуска нашего проекта обещанный конкурс. В течение всего сезона мы будем выбирать королеву красоты, такую настоящую звезду СКА. Условия очень простые. Девушки, милые, вы присылаете свои фотографии, вы присылаете несколько слов, видеобращение, записанное хотя бы на мобильный телефон. И все это доставляете нам на почту, а мы показываем в эфире. Самое главное, ваша фотография должна быть обязательно символикой любимого клуба, петербургского СКА. Вы присылаете, а мы все вместе выбираем. Ну а сегодня мы представляем нашу первую участницу. Молодая мама Анастасия. Болеет за СКА почти 10 лет. Любимый хоккеист Виктор Тихонов. Уже третий сезон. Настя не пропускает ни одного домашнего матча. Смотрите через неделю. СКА Ассистанс. Сестренки СКА. Тебе смешно? Значит не больно. Как готовятся к играм красотки из лучшей в России группы поддержки? СКА Ассистанс! Еще один Юдин. Портрет самого молодого защитника команды СКА. СКА наука. Беспрецедентное испытание хоккейной формы. В огне не горит и в воде не тонет. Это и многое другое через неделю в тележурнале «Звезда СКА». А прямо сейчас на 100 ТВ большой хоккей продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова